Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы говорим об Испании. Что происходит с ценами на недвижимость? Кто где и зачем покупает в Испании? Оценим расходы на покупку и содержание жилья. Подробно остановимся на налогах. Ранее мы уже говорили о ВНЖ, так что эту тему затронем коротко. И, безусловно, поговорим об инвестициях в испанскую недвижимость. Смотрите в ближайшие минуты. Что будет происходить с ценами на недвижимость в Испании? Как связан вид на жительство в стране и работа? Все об испанских налогах и золотой визе. В последние десятилетия, анализируя рынок испанской недвижимости и делая прогнозы, мы отталкиваемся от докризисных цен. Точка отсчета – пиковые показатели 2006-2008 годов. Конечно, ситуация сильно отличается в зависимости от региона. Значительный рост мы наблюдаем в Мадриде, Каталонии, Валенсийском сообществе и на островах. В мае прошлого 2019 года в Малаге, Мадриде и на Боляарах цены вернулись к историческому максимуму. В Барселоне они были ниже, но всего на 4%. А вот в других регионах цены, хотя и растут, от максимальных значений еще весьма далеки. Например, в популярных у нас районах Каталонии недвижимость дешевле, чем 12-13 лет назад, где-то на 10%, а где-то более чем на 30%. Например, в провинции Тарагона на 33%. На популярных курортах Коста-Бланки различия с пиковыми показателями 20-25%. Говоря о ближайшем будущем, общее мнение экспертов таково – испанская недвижимость будет дорожать и дальше. Вероятный годовой рост оценивают в 3,5, реже в 5%. Этот показатель все равно выше, чем, скажем, в Италии, Франции, Португалии, Германии. Вывод банальный – для покупки недвижимости в Испании сейчас интересное время. Очень не люблю высказывания типа «покупайте сейчас, потом будет поздно». Но я работаю на испанском направлении давно. Если, скажем, 5 лет назад найти хорошее предложение в Мадриде или на Болиарах было нетрудно, сейчас на это требуются месяцы. Чуть проще в Барселоне. Кризис, связанный с возможным, хотя и нереальным отделением Каталонии от Испании, сыграл свою роль и рынок чуть просел. Но все равно мы все чаще просто не успеваем за интересными предложениями. Тем более, что местные покупатели весьма активны. И если раньше продавцы были заинтересованы в иностранцах, то теперь, по крайней мере, в столичных городах этого нет. На курортах в 2008-2014 годах был выбор новых готовых апартаментов. Сейчас новостройки практически все раскупаются до завершения строительства. Цены на новое жилье дороже, чем на вторичное. В том числе и потому, что даже 5 лет назад качество строительства было иным. Так что в Испании, как и у нас, вопрос о возрасте и качестве объекта становится весьма важным. Завершая разговор о ценах, там несколько ориентиров. Самый дорогой город в Испании – Барселона. Средняя цена квадратного метра около 3200 евро. В самых дорогих кварталах превышает 10 000 евро за квадрат. В Мадриде средний показатель 2700 евро. А средняя цена за квадратный метр по стране около 1700 евро. Традиционно самый бюджетный сегмент – самый массовый. Но, безусловно, на спрос влияют разные факторы. В том числе правила получения золотой визы. Напомню, по испанской программе вы можете жить и работать в стране, купив недвижимость на 500 000 евро и более. Для сохранения и продления такого ВНЖ вы не обязаны находиться на территории Испании. Кстати, после выхода предыдущих серий проекта я получила от вас немало вопросов. И поэтому остановлюсь еще на нескольких моментах, связанных с золотой визой. Золотая виза Испании дает право проживания и работы на территории страны. Формально с ней нельзя жить и работать в другой стране Евросоюза. Обладатель такой визы может свободно перемещаться по Евросоюзу, но не должен находиться в других странах, не в Испании, более 90 дней в полугодие или 180 дней в году. То есть вы или ваши дети можете жить и работать в Испании, но вам по-прежнему потребуется получать разрешение на работу, скажем, в Германии или во Франции. Это важное отличие золотой визы от инвестиционного гражданства ЕС, которое на данный момент предлагается только на Мальте и Кипре. Напомню также, что многие переезжают в Испанию, арендуя или приобретая недорогой объект, и получая при этом так называемый «белый вид на жительство». Для его продления нужно жить в Испании не менее 183 дней в году. Право на работу он не дает. Чтобы «белый вид на жительство» или «золотую визу» превратить затем в гражданство Испании, надо прожить в стране в общей сложности 10 лет. Исключения есть, примеры вы видите на экране. Но общее правило таково. Только 10 лет легального проживания дают право на подачу документов на получение испанского гражданства. И еще об одной популярной схеме, связанной с испанской золотой визой. Закон не ограничивает число объектов, которые надо купить для получения ВНЖ. Он определяет только сумму – 500 тысяч евро. Поэтому многие покупатели, потратив на недвижимость 300-400 тысяч евро, например, для себя, затем, возможно, через год или полтора, приобретают дополнительные квартиры на сдачу. Потому что закон не обязывает совершать покупки одновременно. Нет никакой привязки к региону. Объект для себя можно купить, например, на курорте. А квартиру под сдачу – в большом городе. Налоги при покупке недвижимости в Испании отличаются для новостройки и вторички. При покупке нового продаваемого впервые объекта мы платим НДС – 10% для жилых объектов, 21% для коммерческих и земельных участков. При покупке вторичной недвижимости оплачивается налог на переход права собственности – от 6% до 10% в зависимости от региона. В Мадриде – это 6%, на Канарских островах – 6,5%, в Андалусии, Валенсии и Каталонии на Болярских островах – 10%. При покупке и новой, и вторичной недвижимости оплачивается гербовый сбор. Нотариальный сбор – чем дороже недвижимость, тем ниже ставка. Регистрационные сборы – но они крайне невелики. Существует также муниципальный налог на недвижимость. При покупке нужно планировать расходы на переводчиков и адвоката. В общей сложности оформление жилой недвижимости обойдется в сумме от 8% до 13% от стоимости недвижимости. Еще в Испании сегодня вполне реально взять ипотеку. Сейчас нет сказочных условий десятилетней давности. Иностранцам реально получить только 50%, в редких случаях до 70% от стоимости недвижимости. Остальная часть суммы – собственные средства. При покупке недвижимости с помощью заемных средств планируйте дополнительные расходы в 2-3%. Таким образом, в популярных у нас районах, таких как Коста-Бланка или Коста-Браво, с использованием ипотечного кредита, расходы на оформление сделки составят 15-16% от стоимости объекта. Для проведения сделки и дальнейших расчетов требуется открыть счет в Испанском банке, предварительно получив ИНН или НИЕ – налоговый номер иностранца. Расходы на содержание недвижимости также будут оплачиваться с такого счета. Ежегодный налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Она всегда ниже рыночной, и большинство собственников платит по этой статье от 200 до 1000 евро. Если вы владеете недвижимостью стоимостью выше 700 тысяч евро на собственника, придется оплачивать ежегодный налог на состояние. На собственника означает, что, например, семейная пара может владеть вилой стоимостью 1,4 миллиона евро, и они не оплачивают этот налог. Общее исключение – Мадрид. Здесь налог на богатство вообще не взымается. Максимальная ставка распространяется на объекты дороже 10 миллионов евро. Разговоры об отмене этого налога, введенного в 2008 году в связи с кризисом, идутся постоянно, но пока он действует. Любой иностранный собственник недвижимости в Испании платит еще так называемый налог на прибыль, даже если объект в аренду не сдается. Это не совсем привычная нам история. По сути, дополнительный платеж за проживание. В случае, если квартира или вилла не сдается в аренду, вы платите полпроцента кадастровой стоимости. Коммунальные платежи можно оценить лишь примерно. Понятно, что расходы в многоквартирном городском доме будут отличаться от затрат на апартаменты с инфраструктурой, а счета на воду и электричество зависят от потребления. Тем не менее, давайте сориентируемся так. Апартаменты в кондоминиуме стоимостью 200 тысяч евро. Вы сами живете в них примерно 3 месяца в году. Довольно типичный случай. Затраты составят около 2 тысяч евро. Или, например, содержание виллы стоимостью 3 миллиона евро, собственным садом и бассейном, также приличным использованием в течение лета, это около 30 тысяч евро. Идем дальше. Если недвижимость фактически сдается в аренду, необходимо оплачивать уже не вышеупомянутый, а настоящий налог на прибыль, который составляет 19% от прибыли для резидентов ЕС и 24% для граждан других стран. Проценты высчитываются от прибыли за вычетом расходов. В общем, говоря о расходах на ежегодное содержание, нужно понимать, что все это обслуживание, налоги, расходы на воду и электричество составят не менее 1% от стоимости недвижимости в год. В заключении несколько слов об инвестициях и возможном доходе в Испании. Как я вижу реальные перспективы заработать? Если вы планируете сдавать жилой объект в краткосрочную аренду, грязный доход составит в среднем 4-6% годовых, то есть после вычета расходов на содержание и налога на прибыль чистый доход редко превысит 4, максимум 5%. Эти цифры актуальны, когда приоритет отдается бизнесу, а личный отдых на втором плане. Если же вы в горячий сезон приезжаете сами, а сдаете объект уже по остаточному принципу, доход в лучшем случае похроет расходы на содержание недвижимости. И раз уж речь зашла о доходе, хочу сказать вот что. Меня часто спрашивают, где или куда выгодно вкладывать. Так вот, по моему мнению, когда речь не идет о девелопменте, реконструкции зданий и других коммерческих проектах, невозможно получить чистый доход в размере более 5%, а то и более 4% в евро. И неважно, сдаете вы круглогодичные квартиры в Германии или апартаменты на популярных курортах Греции, Италии или на Кипре. Так что сравните эти 4% с доходом от аренды в Москве или Санкт-Петербурге. Сегодняшняя норма где-то 8-9% грязными в рублях. После оплаты коммунальных платежей, налогов и так далее останется не больше 6%, повторюсь, в рублях. Давайте смотреть правде в глаза. Пассивный доход в 10-15% ушел в прошлое. Ваш выбор – или стабильность и заработок в валюте, или легкая досягаемость дохода и рубли. Если же говорить о профессиональном инвестировании, то в Испании редко, но можно найти варианты с гарантированной арендой, где на определенный период фиксируется процентная ставка 4-5%, а все расходы на содержание падают на управляющую компанию. В этом случае личное использование исключается. При вложениях от 1 млн евро я бы уже рассматривала коммерческие проекты, покупку отелей и торговых помещений, сданных в аренду, и находящихся в управлении с гарантированной банком арендной ставкой. Доход по таким предложениям может составлять до 8% годовых, без учета налога на прибыль. На этой оптимистической ноте я прощаюсь с вами на сегодня. Прозвучало много фактов и цифр, которые, может, будет трудно переварить в одиночестве. У нас замечательная команда профессионалов. И отличные партнеры во всех регионах Испании. Будем рады помочь вам в решении ваших личных задач. Обращайтесь, задавайте вопросы и подписывайтесь на обновления. Следующая серия проекта. Регионы Кипра. За какой объект просят справедливую цену, а за какой нет? Дополнительные расходы и налоги при покупке и содержании недвижимости. Уникальные возможности кипрской иммиграции. ВНЖ, ПМЖ, гражданство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова